Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. В преддверии нового винодельческого сезона мы оценим с вами то, что у нас получилось в сезоне прошлого. И сегодня пробуем два вида красных вин. Одно из винограда сорта Симоне, а второе это смесь русского раннего и изилги. Маленькое предисловие. До прошлого сезона я их всегда ставила все три сорта вместе. Но в прошлом году так получилось, что Симоне созрел несколько раньше. У изилги и русского раннего размылся сахар дождями и им надо было еще немножко повисеть. Поэтому так получилось, что я их сделала отдельно. И сегодня поделюсь с вами своими наблюдениями, что же в итоге получилось. Первое у нас вино из сорта Симоне. Итак, вино у нас плотное, насыщенного цвета. Надо, наверное, на фонарик, чтобы лучше был виден цвет. Смотрите, оно даже не особо прозрачно. Но вот так вот будет лучше видно. То есть цвет такой получается насыщенно красный. Даже я бы сказала, что не совсем красный, а такой более темный. И сегодня будем мы пробовать не только по вкусу, но оценивать некоторые другие параметры. В прошлом сезоне я показывала, у меня есть вот такой приборчик, называется он карманный сомелье. И он оценивает некоторые параметры в красных винах. Поэтому в первую очередь мы посмотрим, что же нам покажет этот чудо-прибор. Но потом уже я вам расскажу, что получилось по вкусу, по аромату. Для того, чтобы эта штучка заработала, мне надо запустить приложение специальное на телефоне. И опустить его в бокал с вином. Готово. И сейчас на экране мобильного телефона я вам покажу, что получилось. И показываю вам сразу на экране результаты измерений. Развитие 28%. То есть развитие еще очень хорошее. Танины 49%. Яркость, она же кислотность 58%. И мощь, это же тельность вина 52%. Дальше вот приборчик пишет, что можно попробовать это же вино через 4 года. Немножко описывает его. И по этим параметрам мы, конечно, еще потом будем смотреть второе. Но я вас прошу обратить внимание на Танины. Танины здесь 49%. Очень часто я слышу, что прибалтийские сорта, там очень низкие танины. Их тогда надо добавлять. Но танины здесь более чем хорошие. К сожалению, у меня не сохранились показания. Но я замеряла Мерло от фирмы Крикова. Так вот, в Мерло танины были приблизительно на том же уровне. А мощь, тельность была на уровне 30. Здесь тело гораздо выше. Это не наши какие-то сугубые восприятия. Бездушная машинка, которая, в общем-то, может все померить. И теперь касательно вкуса. К моему превеликому сожалению, для меня описывать вкусы, это очень-очень сложно. Да, ощущаешь как это, но выразить словами, это сложная задача. В первую очередь скажу, что каких-то изобыльных тонов в этом вине нет совсем. Чувствуется определенная терпкость, чувствуется определенный аромат. К сожалению, повторюсь, мне очень сложно описать его словами. Но вино очень такое гармоничное. Может быть, оно даже немножко по стилю, по вкусу напоминает Мерло тоже. Вино очень бархатистое. Несмотря на то, что по треугольничку мы видели вроде бы кислотность достаточно высокая по прибору. Но, тем не менее, во вкусе она абсолютно не ощущается. Вино именно гармоничное, приятное, такое бархатистое, мягкое. Но если касаясь самого вкуса, то может быть какие-то вот черные ягоды немножко, может быть, ну что-то типа шелковицы, что-то такое. И чувствуется определенная терпкость, она не выбивается. Она достаточно мягкая, может быть, что-то от черноплодной рябины, но совсем-совсем такое тонкое, ненавязчивое. И мне все-таки очень хочется показать вам цвет. Вот он какой. Темный, насыщенный, яркий. Разбраживала я это вино на моих любимых диких дрожжах. Даже не делала закваску, для зелги уже делала. Симоне сбраживалась без закваски. Но, тем не менее, получилось замечательное вино. И, честно говоря, я очень довольна. Я раскрыла потенциал этого сорта винограда. Когда они были все вместе, ну да, все классно, все вкусно. Но, оказывается, в отдельности тоже замечательное вино. Ну, при том, что когда я его делала, вот сейчас, конечно, эволюция вина все-таки чуть-чуть происходит. Цвет я вам показала. А в начале, когда у него только закончилось брожение, цвет был прям такой вот несколько синий. И на бутылке немножко оставалась розовинка. Настолько интенсивна была краска. И сама шкурка Симоне, несмотря на то, что сок белый, шкурка те же руки красит очень-очень сильно. Зелга красит не так. Ну, что сказать. Этим вином я очень-очень довольна. И, конечно, делать Симоне отдельно вполне имеет смысл. Ну, а теперь мы открываем вторую бутылку. На этикетке не обращайте внимания. Да, я использую бутылки вторично. И теперь мы уже с вами открываем смесь Зелги и русского раннего. Более того, два месяца они еще побыли в бочке дубовой. Я использую бочку маленькую, 10 литров. У меня пока нет возможности использовать бочку больше. Посмотрим, что же у нас получилось здесь. Это вино несколько более прозрачное. Хотя тоже цвет достаточно интенсивный. В предыдущие годы у меня иногда получалось, что вот эта вот вся смесь в это время она становилась более красной. Шли процессы окисления. Ну, в этом году получился цвет такой более интенсивный. Напомню, здесь я уже использовала дрожжевую закваску, свою, с диких дрожжей. Ну, и теперь точно так же, как и Симоне, мы в первую очередь проверяем это вино по прибору. Напомню, это вино побывало в бочке. Кислотность 52, тонины, обратите внимание. 60, при том бочка у меня не новая бочка. Это была, наверное, ее шестая или седьмая заливка. При этом бочка маленькая. И тельность 42. В любом случае тельность выше, чем умерло, как я вам называла. Но несколько ниже, чем в предыдущем варианте. Ну, и развитие понятно, что здесь больше. Бочка у нас дает медленное окисление. Поэтому все абсолютно закономерно. Тем не менее, все равно треугольник такой довольно еще гармоничный. И смотрите, покажу еще одну интересную вещь. Это это же вино перед дрожжевым. 24 мая у него были вот такие показатели. Как вино эволюционирует? Смотрите, танины стали больше. А тельность несколько уменьшилась. И смотрите, развитие 27%. Стало там, по-моему, 32%. То есть чуть увеличилось. Вино, скажем так, повзрослело. Но я периодически провожу вот эти измерения. И с Симоной у меня была несколько другая картинка. Перед дрожжевым у него степень развития была больше. А когда разлила в бутылки и закрыла, через некоторое время степень развития уменьшилась. Скорее всего, что оно показывает окисление. Но, к сожалению, производитель не дает точной расшифровки. Вот что он здесь имеет в виду. Тем не менее, определенный потенциал вина в этом есть. Но дело в том, что еще такой момент. Пробки показываю. Пару месяцев всего лишь это вино попало. Укупоренное. И пробка еще не должна так промокать. Она тут ломается, крошится. Ну, это такие пробки, если в гости кому-то отнести. Вино разлил, закупорил, его тут же открыл. А так очень недовольна. Но по пробкам еще отдельно. Как-нибудь сделаю видео. Наверное, уже может ближе к зиме, когда это будет более актуально. Расскажу тоже про свой опыт использования пробок. Что лучше, что хуже. Обязательно поделюсь этим с вами. Итак, ну, теперь уже пробуем. Что касается вкуса и аромата. Вот по запаху это вино, конечно, ярче, чем Симоне. И в нем угадывается легкая нотка. Может быть, даже изобельная. Ну, кто сделку пробовал в сыром виде, поймут, о чем я говорю. Но, в отличие от изобела, этот аромат более тонкий, более мягкий и не такой навязчивый. Но, тем не менее, приятный и узнаваемый. И тона черной рябины здесь тоже присутствуют, в том числе и в запахе. Что касается вкуса, вино терпкое. Вот присутствуют нотки черной рябины. Присутствуют хорошие танины. Не знаю, как говорится, кому там чего не хватает. Ну, просто люди не пробовали эти вина. И определенное к ним есть предубеждение. На самом деле, я вам показала по приборам, что тонинов здесь более чем достаточно. Более того, танины и очень тонинные вина любят далеко не все. Есть разные стили вин, а не только очень тонинные. Но об этом мы тоже как-нибудь, может быть, поговорим отдельно. И если говорить о вкусе, то тоже легкая вот эта вот нотка. Она во вкусе есть, но она очень легкая. Есть хорошая терпкость. И эту терпкость дает абсолютно не дуб. Напомню, это там шестая или седьмая заливка в бочку. Там уже из этой бочки, в общем-то, все вымалось. Все, что было, никаких больше щепы, ничего в этом году я в это вино не добавляла. Тем не менее, тонинов здесь более чем достаточно. Терпкость есть. Легкие нотки присутствуют. Черные рябины, может быть, черный смородин. Вот что-то вот такое вот легкое. Несмотря на то, что по параметрам у нас вроде бы такая и не очень маленькая кислотность, тем не менее, она не чувствуется. Вино очень мягкое. При том, что я всегда делаю вина только в сухом варианте, по крайней мере, сейчас. Никаких разбавлений водой, ничего я не делаю. Но этого более чем достаточно, чтобы вино получилось именно вкусным и гармоничным. При этом, если эти вина употреблять чем-то солененьким, солененькое мяско, соленоватый сыр, что-то вот такое, вино становится по ощущениям прям сладеньким таким и очень-очень вкусным. Воспринимается оно тогда как полусухое. То есть приобретает вот прям такую сладость. Поэтому вот эти вина очень классно именно под какое-то вот такое гастрономическое сопровождение с легкой солоноватостью. И специально ставлю рядом два бокала, конечно, не сильно, но чуть-чуть видна разница в интенсивности в цвете. Вот это вот Симоне, а вот это Зилга с русским ранним. При этом, смотрите, русский ранний сам по себе сорт, как я его называю, разбавитель. Сорт, который, в общем-то, дает сахар. Сам по себе он розовый, то есть он не дает особых тонинов, он не дает особой окраски. Но в смеси с Зилгой мы получаем вот такое замечательное вино, в котором всего-всего хватает. Ну и что я могу сказать? Я довольна. Мне кажется, что в этом сезоне вина получились даже несколько лучше, чем в прошлом. По крайней мере, по моим ощущениям. И хорошая у них степень развития, и хорошая ароматика. Ну и как резюме, что я могу сказать? Я всем довольна, все получилось так, как я хотела, а может быть, даже лучше. По моим ощущениям, с каждым годом мои вина становятся, с каждым сезоном, назовем это так, все лучше и лучше. Хотя общая технология остается той же. Недолго я держу на мизге, порядка пяти дней. Хотя с этим, конечно, тоже можно поиграться. Впрочем, нужно ли я вам показала, что даже при вот такой технологии у нас получается достаточно тонинов. Я бы даже сказала, более чем. Но в прошлом году я на закваске немножко зилгу подержала подольше. И интересно очень получилась ароматика. Может быть, в этом сезоне попробую. Посмотрим, как у нас соберутся урожаи, как что, в какое время будет собираться, что еще можно скомпоновать. И, может быть, я попробую еще зилгу поставить отдельно, хотя бы небольшую часть, с длительной выдержки на мизге. Посмотреть, что будет дальше. Потому что я пробовала малое количество. Такой очень интересный получился результат. Но можно попробовать больше, уже с нормальными выдержками, посмотреть, что выйдет в итоге. На сегодня я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Я вам оставлю ссылку на плейлист по виноделию, где я рассказываю все технологии, как я что делаю. Оставлю отдельно ссылку на видео по гибридным сортам, чтобы вам не искать, и вы понимали, что это такое. Ну, а также каталог наших сортов и мои контакты. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok